Молитва на иных языках. Что это? Мир вам, сестры, братья! Приветствую вас на блоге Виктора Буслова «Познание. Познавая Бога внутри себя». В целом, молитва на иных языках — это помощь Духа Святого нам в молитве. Это молитва, когда Дух Святой, который присутствует в нас, молится через нас. Это Дух Святой, который внутри нас знает, что нам нужно, и говорит, просит это по воле Божией и ведет нас в молитве. Молитва на иных языках — это одно из его служений, помощи, подготовки, освящения, ведения и пример помощи нам, описанной в Библии как сверхъестественное проявление его в нас. Конечно, есть то, что может мешать ему молиться через нас, и это мы сами. Наш ум, страх обидеть Бога, самоосуждение или нежелание, непонимание этого служения. Но это все в разумном служении наше. Друзья, это первый пост о молитвах, то есть о разговоре с Богом, Духом Святым, Иисусом Христом. Еще будет очень много интересного, очень много бесед о молитве сегодня, в наше время. Если говорят, что Бог сегодня молчит, не верьте. Бог также рядом с нами, как и тогда, когда был с нами Иисус Христос. И также хочет отвечать нам и сегодня. Еще будет много подкастов о молитвах, что мешает, что поднимает молитву. Разговор с Богом на новые уровни. Задавайте вопросы Богу сейчас. Молитесь. Следите за каналом, чтобы до конца разобраться на эту тему. Подписывайтесь. Молитва на иных языках подкрепляет нас. Посмотрим, что говорит апостол Павел в послании к римлянам про служение Духа Святого. И возьмем стихи с 22 по 29. И это послание к римлянам 8 глава, стихи с 22 по 29. Ибо знаем, что вся тварь совокупно стинает и мучится до ныне. И не только она, но и мы сами, имея начаток Духа. И мы в себе стинаем, ожидая усыновления и искупления тела нашего. Ибо мы спасены в надежде. Надежда же, когда видит, не есть надежда. Ибо если кто видит, то чему ему надеется? Но когда надеемся того, чего не видим, то ожидаем терпения. Также и Дух подкрепляет нас в немощах наших. Ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно. Но сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. Испытывающий же сердца знает, какая мысль у Духа. Потому что Он ходатайствует за святых по воле Божьей. Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Ибо кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобным образу Сына Своего. Дабы Он был первородным между многими братьями. Послание к римлянам 8 глава, стихи с 22 по 29. Сейчас человек и природа мучаются от греха на земле. Нам нужно обязательно прочитать в контексте место про молитву из Писания. В стихах 22-25 Павел пишет, что и человек и природа сейчас мучаются от греха на земле. И мы также понимаем это состояние и грех. И что наше тело, душа, также подвержено влиянию плоти. И как написано, ослаблению плотью. Ослаблено плотью. Ослаблено так, что сам человек не может противостоять побуждению плоти и не делать грех. Мы не можем, ослабленные плотью, исполнять заповеди. Слова Божьи не в состоянии. Мы слабы. Хоть и сильно стараемся, но имея начаток Духа Святого, мы живем и противостоим греху. Мы даже не знаем, как нам правильно прийти в молитве к Богу. Как правильно. По воле Его молиться. И что и как просить. Ведь все это знает Отец Небесный. Правильная молитва. И в это время мы, имея начаток Духа, в себе стонем, мучаемся душевно, духовно ожидая усыновления и искупления тела нашего. Мы все ожидаем освобождения от плоти. И в это время Дух Святой подкрепляет нас в немощах наших. И незнание, как правильно молиться, это одна из немощих наших. Друзья, как должно, то есть как правильно, по воле Божьей. Например, послание апостола Иакова, глава 4, стих 3. Просите и не получаете, потому что просите не на добро, а чтобы употребить для ваших вожделений. Это послание Иакова, глава 4, стих 3. Здесь показано, что даже будучи уже верующим, можно не всегда правильно молиться. Это как пример. Служение Духа и молитва на иных языках. Друзья, Дух Святой теперь с нами на земле. И когда человек искренне приходит к Богу в молитве покаяния с верой в Иисуса Христа, что сделал он? А именно, взял на себя наши грехи, был наказан, распят вместо нас на кресте, был похоронен, но он воскрес на третий день. Когда человек приходит с верой в эту благую весть, приходит с покаянием в то, что не верил до этого в Иисуса Христа, то Бог прощает этого человека, очищает его от грехов и исполняет. Наполняет его Духом Божьим. Апостол Павел в 8 главе называет это начаток Духа. Теперь Дух Святой подкрепляет нас в немощах наших. То есть, Он нам помогает жить, служить и готовит к встрече с Отцом Небесным. Если почитать 8 главу послания к Римнам, здесь описывается несколько служений для человека Духа Святого. А это освобождение от закона греха и смерти. Он ведет в закон Духа жизни. Как? Он присутствует в нас, освящает, ведет, свидетельствует и в конце воскресит со всеми детьми Божьими и освободит во всей полноте. И в полной свободе мы придем перед Иисусом Христом и Богом Отцом. Аминь. Так вот, Дух Святой помогает нам в немощах наших. И молитва на иных языках – это помощь нам в нашей немощи. Такой, как молитва. Иные языки – это пример, как Дух Святой нам помогает. Есть еще пророчества, исцеления, изгнания бесов и так далее и тому подобное. Важен сам принцип, описанный Павлом. Этот Дух Святой через нас делает некоторые вещи, которые нужны для нас и нашей жизни. То, что нам нужно и важно. Как начинать молиться? Лучше начинать молиться с теми, кто уже имеет этот дар Духа Святого. Этот дар будет только тогда, когда вы захотите. В Библии есть такое слово – ревнуйте. То есть, когда вы захотите иметь дар иных языков, он не будет бессознательным. Или служитель будет знать, что это такое. Или и вы будете тоже знать, что это такое. То есть, это осознанный, сознательный дар. Чтобы его получить, подойдите к служителю, который имеет этот дар. Пусть помолится за вас с возложением рук. Вначале могут просто некоторые звуки, но со временем развиться в речи. Иные языки в течение жизни могут изменяться. Не бойтесь. Все хорошо. Это как у ребенка. Он тоже не сразу начинает стихи зачитывать. Так, друзья? Или вы сразу с пеленок заговорили с Шекспиром? Так же и с иными языками. В молитвенной группе, на собрании, просто дома в молитве. Главное это, когда в сердце появилось желание молиться. А это от Духа Святого. Молитесь на иных языках. Скажите, Бог наш, Иисус Христос, слава Тебе. И начинайте молиться на языках. И закончите молитву. Скажите, во имя Иисуса Христа. Где можно молиться? Молиться иными языками можно практически везде. По дороге, когда что-то однородное делаете. По инерции. Огород, подметать и так далее. Конечно, в своей молитве дома, да и практически везде, где возникает желание молиться. Препятствия молиться. Препятствия в молитве. Иногда такое недоверие к принятию дара иных языков – это незнание человека, исполнен он Духом Святым или нет. Поэтому лучше подойти к служителю, поговорить с ним, и чтобы помолился за вас с возложением рук для принятия Духа Святого, со знамением дара иных языков. Есть и препятствия для молитвы. Ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно. Но сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. Молитва на иных языках – это помощь в молитве нашей. И самое большое препятствие к принятию этого дара – это самоосуждение. В том, что мы неправы перед Богом и грешник. Разум. Непонимание. Иногда мы пытаемся разумом подойти к дарам Духа Святого. И эту молитву пытаемся понять разумом. Если не понимаем, то и не хотим иметь. Просто примите помощь Бога в молитве. Хулана Духа Святого в мыслях. Страх обидеть Бога. Друзья, Дух Святой никогда не скажет хулу на Духа Святого. Не бойтесь. Он никогда не скажет плохое на Бога. И молитвой Дух Святой говорит не на Бога, а ходатайствует за нас. Понимаете, в чем разница? Иногда молитва на языках может сопровождать акт крещения Духом Святым. Но это другая история, друзья. Молитва на иных языках очень тесно связана с дарами Духа Святого. Мы в служении часто встречаемся с задачами, которые не можем и не знаем, как их решать. Иногда ослабеваем, и молитва на иных языках укрепляет. Если есть истолкователь, подсказывает нам. В общем, молитву на иных языках мы обильно используем в жизни и служении. Сестры и братья, если я прав или не прав, спросите у Бога, у Духа Святого. Прямо сейчас помолитесь и спросите, хорошо? А сейчас я заканчиваю. Если вам понравилась запись или вы получили слово откровения от Духа Святого, поставьте лайк. Подписывайтесь, делитесь и передавайте привет братьям и сестрам. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok